Всем привет! Вы на канале Чудо-Огород Коротко и Ясный. С вами Лариса. Продолжаю пикировку, а точнее посадку домашнего комнатного перца, сорт Все в небо звездах и Аладдин, на постоянное место. Об их чудесных качествах, о красоте и неприкатливости много рассказывала раньше. Оставлю ссылку об этом. Кому интересно, посмотрите. Но сегодня речь пойдет не об этом. Когда большое количество саженцев, всегда стремимся к удешевлению выращивания. И бывает, остро встает вопрос, когда заканчиваются те или иные составляющие. Я сажаю домашний перец для долгого выращивания на подоконнике. И для посадки на постоянное место обязательно нужно добавить на дно горшка дренаж, чтобы был отток воды и корни не загнивали. Я до этого дня использовала вермикулит, но два пакета быстренько закончились. А в данный момент нет никакой возможности съездить в магазин и купить новый. Поэтому, чтобы не прерывать процесс посадки, буду использовать подручные средства, которые, думаю, имеются в любом доме и в большом количестве. Это обыкновенный пенопласт, который бывает в коробках с бытовой техникой, особо хрупкой мебели, а также часто остается после ремонта. В моем случае это несколько пластин от бесшовного потолка. Этот материал не портится, не гниет, хорошо обтекается водой. И очень большой плюс у дренажа из пенопласта, он является некой подушкой-прослойкой, если растение живет на северном холодном подоконнике, от сквозняков и холода. В среднем укладываю 2-3 см мелко наломанного пенопласта, а сверху насыплю плодородного грунта, так как перчики будут долго расти на одном месте. В каждой емкости обязательно делаю дренажное отверстие, чтобы был отток лишней влаги. Наполняю до середины прозрачные контейнеры грунтом по нескольким причинам. У перца корневая система небольшая и большой объем земли сразу может загубить молодые растения. Прозрачные контейнеры хорошо пропускают свет, поэтому на росте это не скажется. И еще эти контейнеры дешевле в 3 раза самых дешевых цветочных горшков. И когда растений очень много, это становится актуально. С помощью стаканчика делаю подходящие по объему углубления. И поливаю водой. Устанавливаю росточки в углубление вместе с комом земли и присыпаю вокруг. Сильно заглублять не стоит. Затем, когда кустики подрастут, зацветут и окрепнут, можно будет подсыпать земли еще. А также задекорировать эти контейнеры, насколько хватит фантазии. Также для дренажа можно использовать керамзит или гравий, что имеется в наличии. А какие вы знаете варианты дренажа, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарна. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока.